Библиотеки и книжный рынок в информационной среде Библиотека сегодня в информационной среде стала занимать устойчивую нишу, выполняя свою задачу как самого стабильного участника книжного рынка, неважно, какую часть занимает ли книги печатные или электронные. На книжный рынок и, соответственно, на рынок образовательных и библиотечных услуг сильно влияет информационная цифровая среда. И более того, уже около 10 лет существует неустанное противостояние книги электронной и книги печатной. 10 лет назад появился, в июне 2007 года, появился первый iPhone. Через 3 года появился первый iPad. И многие едва помнят время до появления этих устройств, настолько сильно они изменили нашу жизнь. «Трудно. Тогда предсказывали, что больше никто не будет читать книги, и говорили о болезненном предстрастии к экрану. Также 10 лет назад был рожден Amazon Kindle, и, лишившись оков печатной книги, многие считали, что цена книг должна упасть, поскольку их изготовление теперь ничего не стоит, и люди будут читать, читать и читать. «Предсказывали и безбумажное будущее, и скорую ненужность библиотек, а зачем они нужны, если книги можно легко получить и без них. Ошиблись все». Электронная книга, да, кстати, маленькую ремарку. Все цифры, которые вы здесь увидите, это зарубежные аналитические издания. Я российские в силу малости времени не беру, потому что, во-первых, общие тенденции совпадают, во-вторых, российская статистика хорошо представлена в журналах книжной индустрии, современная библиотека, отчетах Роспечати, отчетах книжной палати. На их сайтах это легко доступная информация. Зарубежные отчеты, информация тоже доступная, во-первых, тем, кто этого хочет, во-вторых, тем, кто владеет свободно английским. Поэтому, разумеется, так сказать, это более интересное. Итак, электронная книга вначале напугала книгу бумажную, но ее могильщиком не стало. Так уже в 2014-2015 году в Соединенных Штатах выручка от продажи книг печатных увеличилась на 22%. Что бы кто ни говорил, но люди по-прежнему любят печатные книги, ходят в библиотеки в какие-то больше, в какие-то меньше. Время меняет приоритеты, но не может принизить роль библиотек в современном, пусть и сильно оцифрованном обществе. Любовь к печатным книгам, она особенно свойственна определенным категориям читателей. Например, продажи детских печатных книг неизменно растут последние 5 лет. В целом, продажи электронных книг снизились от пика в 2013 году до сегодняшнего дня на 27%. Уже и в конце 2014-2015-2016 годов рынок электронных книг на Западе перестал угрожающе расти и наметился отход к традиционному формату книжной продукции. Продажи электронных книг растут на 4% в год, а с учетом подорожания на 7% в год. Это информация исследовательской группы компании «Нелсон Бук» английской и ее руководитель Стив Боум. Он же написал следующее. «Радостно видеть, что книги, как книги в целом и печатные книги в частности, по-прежнему остаются привлекательными для молодежи, несмотря на огромное количество развлечений иного рода и других источников информации, соревнующихся за внимание аудитории». Рост цен на электронные книги, опережающими темпами по сравнению с ценами на печатные, это одна из последних тенденций, которые отмечаются во многих аналитических отчетах во многих странах, и это было одно из главных выводов недавно, ну не недавно, а в апреле завершившейся лондонской книжной выставке-ярмарке, на которой было много интересных отчетов представлено. В связи с ростом цен на электронные книги, более устойчивым стал сегодня рынок самопубликаций. Довольно новая тенденция современного книжного рынка, ну она явно не в пользу библиотек. Тем не менее, технология самиздата, как бы это еще одна разновидность электронных книг, выросла за последние 6 лет на 400%. Так, в Соединенных Штатах Америки уже имеется 700 тысяч названий самопубликованных новых книг, ну 480 тысяч, конечно, доступны через Амазон. И стабилизация рынка печатных и электронных книг, вот это важно, достигнута при счете 25-75 в пользу книг печатных. Многие аналитики, многие аналитики сегодня сходятся устойчиво во мнении, что вот эта стабилизация 25-75 есть и в ближайшее время не нарушится. И это несмотря на то, что появляются и другие формы непечатной книги, например, электронный доступ и огромное количество медиа-контента, доступного, естественно, через ноутбуки, смартфоны и другие гаджеты. Данные, да, то есть пока на сегодня печатные книги торжествуют свою победу. Но в мире нет универсального книжного рынка. Есть рынок, сегментированный по жанрам, географии, пользователям и основным игрокам. Даже в Европе, например, Германия и Испания, две развитые страны европейского сообщества, два совершенно разных рынка. В Германии дорогие электронные книги по-прежнему приносят издательствам большой доход, но это уже несправедливо для рынка Испании или, например, Бразилии, которая достаточно серьезная развивающаяся страна. В этих странах, в том числе и Бразилии, большой спрос на обучающую литературу, или возьмем, например, Великобританию и Китай. Международный центр исследований печатной индустрии при Оксовском университете дает такую информацию, что в Китае литература сейчас печатается огромными тиражами. Например, если взять монографии, в Великобритании средний террас составляет 300-400, а в Китае 3000. Количество книжных магазинов в Великобритании падает, если в 87-м году их было 1800, в 2014 году – 1000, а в 2017 году сократилось еще больше, сегодня их 867. А в Соединенных Штатах количество книжных магазинов растет, причем американские независимые, точнее, независимые книжные магазины, не сетевые, которые находились под давлением несколько лет назад, не только перестали закрываться, но последние три года увеличивается в числе, и вот сейчас там 2000 независимых книжных магазинов, которые работают в условиях яростной конкуренции с сетевыми магазинами, в первую очередь Амазон. И интересно, что успех еще независимых этих книжных магазинов анализует, а почему успех? Потому что они знают свое сообщество, своих посетителей и общаются с посетителями, что называется face-to-face, то есть в лицо, в отличие от сетевых магазинов. И еще они умеют и знают, как работать с библиотеками. Электронные книги, продажа электронных книг библиотекам выросла по сравнению с продажей индивидуальным потребителям, наблюдается рост выдачи электронного контента по абонементу на 10%, знакомство с литературой по абонементу стимулирует продажи. Более, это, кстати, очень важная информация, которую недавно озвучил руководитель Эксмоляк Новиков, что у нас эта тенденция тоже проявляется, более 50% американских читателей и библиотек покупают книги авторов, с которыми они познакомились в библиотеках, преимущественно печатные. Аудиокниги – это самый быстрый растущий сегмент сегодня книжного рынка. Только в Северной Америке продажи аудиокниг достигли 1,77 миллиарда долларов. Количество иннований выросло с 7,000 в 2011 году до 35,000 в 2015 году. А «Спектр» вышел далеко за пределы издания бестселлеров. Это данные американской издательской, издателей аудиопродукции. Ну, это в Соединенных Штатах, но, в принципе, в мире тенденции такие же. В библиотеке, аудиокниги в библиотеке растет популярность. По данным известного поставщика, известной компании «Овердрайв», которая ведущий поставщик электронных книг и в публичной библиотеке США, в 2015 году количество взятых в библиотеках аудиокниг выросло на 34% по сравнению… в 2016 году по сравнению с 2015 годом. 40% читателей библиотек пользуются и электронными, и аудиокнигами. Серьезный рост происходит не только в области художественной литературы, но и научной. Доступность электронных книг в библиотеках дает возможность читателям исследовать каталоги издательств и заходить и популярные, и нишевые темы. Ну, несколько слов там про демографическую картину читателей электронных книг в Соединенных Штатах 75% женщины, у 66% образования как минимум на уровне бакалавра или магистра читают со следующих устройств, перечисленных в порядке убывания популярности. Телефоны, планшеты, настольные компьютеры все более популярными становятся клубы читателей цифровых книг. И чем хорошо? Это хорошие книжные клубы, это хорошая возможность привлечь читателей в библиотеки, потому что они, как правило, организуются в библиотеках. Еще один тренд книжного рынка – это самопубликация аудиокниг. Здесь участвуют не только традиционные издательства, но и независимые авторы. Точно так же, как авторы пользовались возможностью самопубликации, когда Амазон создал платформу для запуска своего кудла, за ним последовали другие, в том числе и, например, российская Ридера. Также сейчас авторы стремятся записать собственные книги и выполнить читательский допрос. Инновации в создании, в издании научной и образовательной литературы идут по направлению развития интерактивного компонента и создания кастомизированной учебной литературы, предназначенной для конкретного студента и ориентированной на изучаемые дисциплины, интересы и уровень студента. Вузовские библиотеки хорошо знают, что в электронном виде начинают выпускаться уже не только стандартные учебники, но и индивидуальные учебные пособия, программы, планы, и плюс еще учебные пособия дополняются видео и подкастами. Однако сегодня, по мнению многих изданий, в частности, издательства Cambridge University Press, в качестве побочных результатов IT-революции некоторые компоненты издательского процесса были потеряны, а с ними и важные навыки. Прежде всего, редакторская работа. А ведь именно редактор – это тот человек, который предотвращает публикацию непроверенных сведений и в том числе фальшивых новостей, что особенно актуально в последнее время. Подчеркнем, что сейчас пользователи хотят иметь все недорого и немедленно, в любом формате и по многим каналам. Современная библиотека уже настроилась на всплески и колебания книжного рынка и уверенно формирует свои фонды и коллекции в виде синтеза. Традиционные печатные фонды, электронные книги, в том числе в получении их в вечном доступе, полнотекстовые журналы, использование ресурсов других владельцев и открытые архивы. Библиотека уверенно занимает свою нишу и помогает книжному рынку выполнять свою главную миссию вместе с библиотеками обеспечивать свободный и эффективный доступ человечества к знаниям. И сегодня, отмечая 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции, я не могу не завершить свой доклад, следующий цитатой из наследия Владимира Ильича Ленина. «Нельзя научиться решать свои задачи новыми приемами сегодня, если вчерашний опыт не открыл нам глаза на правильность старых приемов». Спасибо за внимание, а самых смелых и решительных мы ждем через пять дней в Суздале на конференции ЛИПКОМ. Спасибо.